разработку еще удобнее и приятнее создадим самый простой проект файл new tizen web project web application так мы запускаем tizen просто дай за не тазин кто будет со мной делать вместе отлично тогда я буду стараться меня не делал что успевать я как раз подожду вас а точь и разрабатывал под в джаваскрипт ну главное что примерно знаем синтаксис и так далее ничего нового и как бы я не буду рассказывать хорошо очень рекомендую почитать книгу с стефана сейчас стефана стоянова стефан стоян называется очень хорошая книга есть на русском несколько версий ну я думаю сами можете найти сами знаете где там описывается не только работа с жава скриптом но и сложные примеры работы с прототайпом с наследованием и так далее то есть если вы прочитаете книжку можете считать что вы javascript гуру и вам любой проект по веб-приложению зубам хотя даже не используя такие сложные подходы как прототипирование там наследование так далее вы можете создавать простые веб-приложения используя глобальные перемены и так далее то есть может быть не совсем правильно с точки зрения хорошего тона но приложение будет работать и его можно будет распространять и зарабатывать соответственно так начинаем еще создали в проект выбираем самый простой basic назовем его соответствующим образом не так важно потом удалить basic у меня два называется так я его создал посмотрим как он выглядит внутри обычная html страница что-то здесь показывается что мы сделаем мы возьмем иконку которая вот icon png поместим ее на главный экран и попробуем использовать свойства css3 style управлять его ее поведением ну то есть трансформации будем сужать увеличивать и тогда сделайте этот цикл и так как это пример мы удаляем все содержимое в разделе body и добавим сюда собственно нашу иконку это стандартный тег image и мега source указываем источник src icon.png теперь чтоб чтобы упростить доступ из javascript а к нему мы зададим ему соответствующий айди 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 будет также называться пускай айкон собственно классический подход разработки когда мы vde меняем код потом запускаем сборку сборка устанавливается на либо девайсе либо на эмуляторе и мы смотрим результат если какая-то ошибка то мы идем опять в код исправляем ошибку снова делаем сборку запускаем то есть довольно затруднительный точнее медленная разработка не очень удобная так как это веб-разработка мы можем использовать все подходы для веб-разработки а в частности в в частности developer tools давайте я может побольше шрифт сделаю ну 17 так лучше окей так создали значит имидж source айкон пнг айди айкон и запустим его в режиме веб-симулятора аринат уже рассказал что для разработки есть веб эмулятор это даже не вы пометар есть эмулятор тайзона это многим знакомы qm по сути эмуляция обычного linux linux устройства если двух словах так мы запускаем как ран с в тайзон веб-симулятор аппликейшн да и должен быть у вас установлен chrome если у кого не установлен потому что он запустит chrome с небольшими улучшениями и внутри себя построить строить айфрейм в котором запустит наше веб-приложение ну целом да а правой кнопкой мыши на проекте ран с тайзон веб-симулятор аппликейшн так вот если видите вот такую штуку то не переживайте просто попробуйте нажать f5 или control r или правой кнопкой мыши перезагрузить заработало это бывает иногда когда то есть такое просто на странице права кнопка мыши перезагрузить такое бывает когда там мы перетыкаем сеть или еще что-то вот у меня по крайней мере лично так вот наша иконка она в левом верхнем угле можно управлять как бы размером крана для удобства вашего и слева здесь панель по сути доступ ко всем с эмуляцией всех сенсоров мы можем управлять положением телефона это гироскоп нотификации можем симулировать геолокацию находимся а доступ к сети лаур менеджмент ну и так далее в общем все все что необходимо для раза для разработчика теперь мы запустим здесь developer tools он там запускается control shift ай и в некоторых f12 еще правой кнопкой мыши просмотра или элемента кода то же самое запустится вот такая штука если кто не работал с ней то она доступна на самом деле в любом хроме плюс даже есть под подобие в сафари ну и соответственно в файл фокс с началось все это с файл дебаг который по сути предоставлял разработчику доступ к средствам дебаггинга html страницы здесь есть консоли где выводится по сути вся информация и в которую мы можем выполнять javascript код например стандартный alert как видите происходит оповещение то же самое работает любой веб странице просто я хочу показать что здесь мы можем динамически разрабатывать наше в приложении смотреть теперь внимание так как у нас это запускается в режиме айфрейма мы должны вот здесь выбрать соответствующий фрейм вот он наш индекс html документ все теперь мы можем иметь доступ к веб странице и так значит план наших действий мы получим первым образом доступ к нашей иконке для этого заводим глобальную переменную war icon будет называться и стандартный html 5 нет javascript даже доступ к элементам это документ подсказка get элемент by айди и наш айди это айкон проверяем что у нас находится в айкон ну как видите все верно находится элемент дома имидж айкон так нормально видно или еще увеличить немножко вот так давайте совсем так получили доступ теперь воспользуемся стандартным css 3 свойством стайла трансформация пишем айкон ставил веб kit transformation точнее transform и здесь мы зададим какую из трансформации использовать мы возьмем свойство ротейт ротейт по игре и зададим например 35 градусов не жмем enter как видите динамически выполнится код и наша иконка трансформировалась сжалось по игре куна 35 процентов ой на 35 градусов теперь попробуем запустить динамический в цикле за циклы точнее даже таймеры отвечает 2 2 функции сет таймаут и сет интервал сет таймаут выполняется один раз по таймауту так как мы хотим это выполнять цикле по времени делаем сет интервал кстати почему мы не выполняем цикл почему в цикле не делаем вопрос к залу потому что цикл зависит от производительности машины нашей и мы не получим ту анимацию какую хотим то есть она будет зависит от производительность компьютера если компьютер быстрый то будет быстро сходить если медленными поэтому используем четко заданную по времени выполнение за это выполняет как уже говорил сет таймаут сет интервал уит когда свет интервал создаем мы получаем как бы айди этого интервала поэтому зададим его как ай чтобы потом например его очистить но это такой хороший тон и пишем сет интервал и сет интервал функции 2 параметра первая функция который он должен выполнять и второе через какое время мы сделаем анонимную функцию выполняемую через чтобы было плавно например через 30 миллисекунд анонимная функция это одно из преимуществ java скрипта что мы будем делать внутри кода мы должны мы уже имеем доступ к нашему айкону я просто от это скопирую под которым выполняли ранее и попробую сделать трансформацию и нам нужно эту трансформацию в менять в цикле угол поэтому я делаю в свойстве вебки трансформейшн ротейт и задам там перемены например axis y которую мы сейчас будем менять чтобы она менялась нам не нужно ее постоянно инкрементировать поэтому я в начале нашего коллбека точнее анонимной функции просто делаю а y плюс плюс теперь дальше так как в круге 360 градусов понятно при достижении 360 нам нужно начинать с нуля поэтому я сделаю